В понедельник на улице Чехова-2 с раннего утра кипит работа. Жильцы красят забор, подбеливают стволы деревьев. Подходит к концу завершающий этап. Большую часть работ выполнили. Покрасили лавочки, сушилки для белья, обновили яркими красками детскую площадку. Возле этих двух лавочек посадили две молодые березки. Вот только увидеть их через несколько лет грациозными и зелеными не удастся. Березки, не березки невесты, метра три, пряменькие, уже листочки начались у них. Утром встаем, нету, секатором отрезали варварски и унесли. Дому 40 лет. Марина Поляска и Ирина Ключевская здесь первые жильцы. За эти несколько десятков лет, говорят они, никогда такого не было. Всегда жили дружно и спокойно. Жители дружные. Вот в субботу проводили субботник, все вышли почти, очень много было людей. Высаживали цветы, белели деревья, покраску делали, скамеек. Я считаю, что, конечно, вот это, что у нас убрали эти березы, украли, это варварство. Вот дом-то старый, пенсионеры живут, и они посадили эти березки, как они их кахали, как они их любили, эти березочки. Раз, выходим утром. Жильцы дома приклеили на лавочку вот такой плакат, в надежде на то, что совесть того, кто совершил этот подлый поступок, возможно, когда-нибудь проснется. Галина Алексеевна Денисова является старшей по дому, что на улице Горького 2. Она часто проводит среди жильцов субботники, чтобы закрепленный за ней дом всегда был чистым и красивым. Мы каждый год проводим субботники, это уже как у нас у жильцов заведено. На субботники выходят наши пенсионеры, 80-85 лет. Подбелили сейчас деревья, подкопали деревья, скопали клумбочки, посадили цветы. На молодых не надеемся, говорят жильцы, быстрее навести порядок самим. И наводит. На клумбах радует глаз нарциссы. Да и ребятишкам есть где поиграть, вот в этом сказочном уголке, который обрел вторую жизнь. Мозаичная плитка на лавочках давно пришла в негодность, но и им придали свежий вид, обновили краской. А надпись в центре двора для тех, кто здесь окажется впервые и сразу поймет, беспорядку тут не место. Безопасность для жителей Горького 2 превыше всего. Предприниматель Анатолий Джангирян установил по просьбе жильцов у входа в подъезд камеры видеонаблюдения. Так что теперь здесь полный порядок. Установили две видеокамеры. Так что у нас все-все-все просвечивается. Все, исключительно все. Если каждый житель будет также с душой относиться к своей улице, к своему дому, то неухоженных уголков в городе-курорте точно не останется. Светлана Авилова, Роман Карпов, Игорь Куршаков, Анна Борегион.